Энергичные молодые люди продемонстрировали свои достижения в области культуры, искусства, образования, науки, а также популяризации здорового образа жизни. Глядя на проекты тех, кто получил награду в 100 тысяч рублей, сразу понимаешь, действительно есть за что. Одноименную молодежную премию в этом году присудили 10 талантливым жителям Приморской столицы. Администрация города проводит конкурс и вручает премию «Есть за что?» уже не первый год. Мы считаем, что это хороший способ отметить и поощрить самые интересные проекты, которые делает молодежь Владивостока. Прежде всего я хочу сказать огромное спасибо всем участникам конкурса этого года. Даже если кто-то не победил, то нужно продолжать свою работу, участвовать в конкурсе дальше и рано или поздно заслуженная награда вас настигнет. В этом году проекты победителей поразили судей и зрителей своим многообразием. Тут и организация добровольческой помощи в больницах, и культурно-развлекательная деятельность, и даже наука. Среди лауреатов молодежной премии в области искусства и культуры награжден основатель группы «Свобода», участник шоу-песни на телеканале ТНТ Максим Анисимов. Сейчас Максим и другие участники группы стали своего рода примером для подрастающего поколения, лицами новой музыки, теми, кто мотивирует и вдохновляет молодежь Владивостока. Еще одним лауреатом престижной премии в области социальных коммуникаций и благотворительности стала Светлана Нестерова, основатель благотворительного фонда «Счастливые дети». Фонд успешно помогает детям-сиротам и детям, имеющим серьезные проблемы со здоровьем, а также семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мы просыпаемся ночью, днем и бежим с ним на помощь, чтобы им помочь. В этом и есть доставляет моя деятельность. Нет, на самом деле я не ожидала. Я об этом узнала, когда мне вручали награду «Волонтер года», там мне сказали, короче, что я не ожидала. Я подаюсь уже второй год, но видно, в этом году действительно есть за что получить. Стоит отметить, что кроме награждения лауреатов денежными призами, администрация города отметила благодарственными письмами представителей многих общественных организаций и объединений, которые работают с молодежью, ведь их вклад в жизнь приморской столицы трудно переоценить. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.